Так получилось то, что у меня ребенок получил травму. У меня дочь сломала ногу. Но когда это все произошло, я отнеслась к этому так, что ну это дети есть и дети. 16 июня я увидела в средствах массовой информации предупреждение мэрии города о том, что данными площадками пользоваться нельзя. И тут мне сразу же закралась в голову мысль то, что, видимо, наш перелом, да, и наши травмы — это не единичный случай, раз пошли такие предупреждения. Еще пару дней там я с этой мыслью пожила, потом я увидела уже телесюжет канала «Репортер». После выхода сюжета родители травмированных на новых площадках детей задумались, действительно ли это вина ребенка. Неаккуратность — вторичная причина. На первом месте, по их мнению, качество конструкции. Я быстро просто шел, руки у меня соскользнули, и я упал на асфальт. Ну, конечно же, естественно, залазить туда нельзя, но вот как так, как ему объяснить это? Это нужно либо убирать ворота, либо, я не знаю, но это небезопасно. Ульяновцы считают, как минимум, необходимо убрать ворота, которые не совсем вписываются в концепцию. Управление спорта своя, правда, проект хороший, но недоделанный. Нужно немного подождать. Они находятся в проекте еще недостроя, то есть это еще недостроенные до конца спортивные площадки. Поэтому бетонное основание должно, например, высохнуть в течение 14 дней. На него уже потом укладывается вот это резиновое покрытие. К сожалению, наши граждане думают о том, что они уже готовы и выходят во дворы, и начинают на них заниматься. И самое страшное, что они пускают детей на эти площадки. Далеко не на всех новых площадках установлены специальные ограждения и предупредительные стенды. Большинство в открытом доступе, поэтому юрист Светлана Лукашевич решила действовать серьезно. Написала заявление в прокуратуру. У этих площадок очень много нареканий. У меня даже как не у специалиста, я просто понимаю то, что элементарно. Нет покрытия, которое должно смягчать удары. В прокуратуре района инициирована проверка, в ходе которой установленные законным сроки месячный срок дается на разрешение обращения в соответствии с требованиями федерального закона номер 59. Будет установлен правообладатель данного сооружения и дана оценка безопасности этого сооружения. Завершить работы подрядчик обещал до конца июля. То есть времени практически не осталось, а результата пока нет. Напомним, 100 спортивных площадок установили за 30 миллионов рублей. Маргарита Мутишинская, Константин Никитин, Юрий Давыдов, репортер 73.